В микрорайоне Авдотино ремонтируют два километра дороги от путепровода до 1-й Вишневой улицы. По словам подрядчика, объект готов на 70% и пока еще можно внести кое-какие коррективы в честь пожеланий жителей. Об этом они поговорили с губернатором и мэром. Были ямы, ремонты жители ждали. Здесь меняют асфальт, обустраивают карманы, съезды, бордюры. Внизение на стыке улиц Революционной и Первой Отрадной всегда скапливалось вода. Теперь не будет, обещает подрядчик. Вода теперь будет целенаправленно направляться именно в это место. Там предусмотрено 4 лотка, приемное отверстие будет 3 метра, входное будет на метр. И будут стоять водогасители с телескопическими лотками, дабы не размывать уклоны. И вода будет сбрасываться на рельеф местности, так как у нас тут не предусмотрено никакой лимневой канализации. Ремонту рады, но не без но. Первый вопрос как раз про затопление. Губернатор заметил, городским властям досталось сложное наследство. Давайте мы фактами будем оперировать. Факты следующие, что в этом году мы сделали большой объем работы, ну и не только в регионе, но и в городе Иваново. И дорожным ремонтом основные все практически улицы. Практически не все, конечно, еще предстоит много сделать, но основные улицы все-таки приведены в порядок. И в чем вы правы, что за качеством особо у нас всегда контроль. Если что-то будет не так, у нас правило одно, оно очень просто звучит, подрядчики узнают, накосячил, переделаешь за свои деньги. Второй вопрос про парковки. Власти объясняют, параллельные парковки безопаснее. Включил поворотник, поехал, не движение задним ходом. У жителей есть предложение, просят специалистов ознакомиться с ними. Мы знаем места, где можно организовать параллельную парковку, чтобы не выпадать из концепции. Но при этом там просто закатали, хотя место есть. Поэтому мы бы хотели показать специалистам. А там была парковка до этого? Ну, она была стихийная, там не было ни бордюров, ничего, но там не было ни газона. Так, по-моему, объект не завершен? Нет, не завершился. Ну, послушайте предложение, которое ребята говорят. Если это возможно учесть, надо учесть, пока не завершили объект. Говорили жители и про заужение проезжей части. Ответ таков. Так стало казаться после установки бортового камня. Сейчас, поясняет подрядчик, ширина проезжей части 7,50. Достаточно для движения грузового и легкового транспорта. Когда, кстати, закончится революционно? 30 октября. Революционно будет полностью закончен. Нижний слой асфальта лежит практически на всем протяженности дороги. То есть сейчас уже можно достаточно комфортно по ней передвигаться. Не боясь попасть в яму бордюры, прилегающая территория, парковочные карманы. Верхний слой будет до конца. Когда закончите? Такие же сроки. Мы будем стараться раньше, но сроки сегодня такие. Нет, делать лучше добросовестно, качественно. Тут не надо суетиться, торопиться. Главное, чтобы качественно было. Всего в области ремонтируется 278 объектов. 51 в городе Иваново. Самые капиталоемкие. Второй этап улицы Лежневской. Строительство дороги к Дворцу водных видов спорта. А также ремонты проспектов Ленина и Шереметьевского. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания БАРС.